Другие команды в Кубе Николаевич. Спасибо за приглашение. Я, может быть, достаточно мало времени работаю в АК, так сказать, в среде именно с вузами. Всего лишь второй год. Но, тем не менее, тема очень интересная. Тем более, учитывая тематику нашего круглого стола, мне что хотелось сказать. Как представитель работодателя, конечно, если говорить честно, я заинтересован, как представитель работодателя, в получении техноряг, желательно, конечно, чтобы он был с экономическими задатками хорошими, управленческими задатками хорошими и так далее. Я категорически здесь прозвучал против подготовки управленцев, как вы тут сказали. Я, например, не понимаю, как, допустим, на предприятии, то есть со школьной схеме мы будем готовить управленца. Вы знаете, я, например, не верю, что у нас назначаем люди, в министерской должности после 30 лет. Вот в старое советское время, может быть, мы еще, так сказать, воспитаны в той эпохе как-то. Было такое понятие, я в кадрах тут военных служил, потом вот сейчас гражданских работают. Вот, прохождение службы, прохождение по ступенечкам. И в тот же тамгре политбюро там нас плохо работало. Чтобы попасть в политбюро, нужно было с райкома, горкома, кома, пройти ступеньки, получить опыт, знать, что внизу, а не так, что вот ты закончил вуз, пришел управленцем, дали тебе какие-то инженерные навыки, и ты считаешь, что ты всем можешь рулить. Да невозможно это, и человек компетентным не будет, я считаю. Вот. Мне хотелось бы, вот, единственное, что вот здесь много говорилось о том, что все-таки вот гуманитарная, тут для меня гуманитарная подготовка, это как для человека военного, значит, это как-то, знаете, для меня гуманитарь это заполит себя. Вот. Как бы там ни было, вот, я хочу сказать то, что вот так, как учитывая то, что вы пытаетесь связать, так сказать, необъятное, инженер должен быть экономистом там и всем, и всем прочим, вот с точки зрения как гуманитария, мне хотелось бы, чтобы в ваших программах, может быть, вот не в обиду будет, коллегам здесь сказано, не в обиду там, не в ущерб, там, философии, какой-нибудь там методологии, там, еще чего-то, чтобы мы получали инженера, понимаете, чтобы он был подготовлен, во-первых, к работе в коллективе, раз. Второе, элементарным навыком управления коллективом. Почему? Потому что приходит инженер, да, пусть он семи пядей во лбу, но это светило, который сел инженером, он инженер. А дальше? А дальше растет начальник сектора, начальник отделения, начальник отдела, в конце концов, начальники, вот у вас в галерее же управленцев, вот они, ведь они начинали все с инженеров, правильно? А не так, что я пришел, управленцем сел, ведь сейчас иногда поступают, как вот люди приходят, а что бы вы хотели, молодой человек? Ну, я бы хотел руководить. У нас же сейчас появилась такая, знаете, уникальная специальность. Кто такой? Я менеджер. А менеджер, собственно говоря, почему? Ну, сейчас это резюме, сколько куча там, просто менеджер. То есть менеджер специалист на широкие руки, на широкого профиля. Хочу менеджеру финансовую, хочу кадрами там, хочу там парамышным предприятием, вот и так далее, и так далее. Поэтому вот с этой точки зрения я все-таки считаю, направление главное ваше деятельность, техническое. То, что, например, у нас ваших выпускников не так много пока, но они ценятся, я вам честно говорю. Выпускники военных меха на хорошем счету. Просто мы вот все с Евгением Николаевичем в прошлом году познакомились, так вот общаемся, но пока не настолько тесно, но желание взаимно есть. И есть очень интересный момент, я думаю, это общение продолжено, потому что оно будет взаимно выгодно, я думаю, что и вам, и нам, для решения одной общей задачи. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.